Китайская навигация 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 мост. Соответствующее решение приняли власти Амурской области, чтобы упростить поездки жителей приграничных районов в новогодние каникулы. До настоящего времени через реку Амур между Россией и Китаем перевозили грузы только по автомобильному мосту через погранпереход Кани-Курган, либо судами на воздушной подушке. Фонтонный мост построен на 19 плоскодонных судах и обеспечивает двухполосное движение протяженностью 540 метров. Китайская навигационная система стала лидером по использованию в отечественных картографических и навигационных приложениях. Beidou использует более 360 миллиардов раз в день, при этом система совместима с более чем тремя сотнями моделей смартфонов. По официальным данным, уже продано более 100 миллионов китайских микрочипов, обеспечивающих ее работу. Beidou успешно конкурирует на мировом рынке с GPS, GLONASS и Galileo. Недавно Международная организация гражданской авиации при Организации объединенных наций официально признала китайскую навигационную систему мировым стандартом. Китай планирует расширить применение Beidou в таких передовых областях, как промышленный интернет, интернет вещей и беспилотный транспорт, а также для модернизации в традиционных отраслях промышленности. Традиции выпуска новогодних сувенирных марок со знаками китайского зодиака уже больше 40 лет. В этом году Почта Китая представила набор марок с символами наступающего года Луна, известного также как год дракона по восточному календарю. Это пятипалый золотой лун. Его поза символизирует решительный нрав. Иероглифы в центре – пожелание благополучия на Новый год. Тираж этих марок – около 30 миллионов. Сувенирные марки разработаны совместно с почтовыми управлениями специальных административных районов Гонконг и Макао. В презентации принял участие известный гонконгский певец Джан Мин Минь. Я надеюсь, что китайцы по всему миру будут счастливы и здоровы в год Луна. Каждый раз сувенирные почтовые марки выпускаются с новым дизайном, отражающим особенности символа года. И каждый раз они пользуются неизменным спросом среди филателлистов и ценителей китайской культуры по всему миру.